Группа студентов из колледжа радиоэлектронного приборостроения сразу отправилась в казарму. Такому порядку позавидовали даже девушки. Ну а парни в очередной раз убедились, что главное в армии – дисциплина. В глаза бросается быт, как живут солдаты, как у них проходит вообще срок их службы. Достаточно интересно. Всё чистенько, всё очень хорошо лежит. Всё так аккуратненько, миленько. Следил за чистотой и распорядком в расположении в этот день Михаил Махлинец. За пять месяцев срочной службы для него это 37-й наряд в должности дежурного пороте. Сначала всё подмести, потом всё вымыть, всё протереть. Также проверить все опечатанности всех дверей, штринельников и, например, воды бочки. Проверить питьевую воду на месте, ли она или нет. Также проверить всю документацию, которая идёт у нас по этажу. Это всех отдельных род и также нашего батареона специальных работ. И тогда будет порядок, и тогда не будет замечаний. Здесь довольно-таки всё просто, и люди доброжелательные, на удивление. Я думал, будет намного хуже, что из разных городов разные люди приедут. Но все находят общий язык, и мне это очень нравится. Посмотрели на военную технику и вооружение, познакомились с историей 1-й гвардейской инженерно-сапёрной бригады. Настало время подкрепиться. Для голодных студентов приготовил армейскую кашу рядовой Александр Плёткин. Каша простая, армейская, с тушёнкой. Входит туда гречневая крупа, говядина тушёная и овощи, морковь и лук. Рецепт простой, всё готовится с любовью. С завидным аппетитом кашу на вкус оценили мальчишки. Каша, в принципе, вкусная, сытная достаточно. Всегда хотел попробовать армейскую еду. Мне каша очень понравилась, очень вкусная. Солдаты хорошо питаются. Командиры и военнослужащие инженерно-сапёрной бригады всегда рады гостям. Ведь им есть, чему научить и что рассказать будущим защитникам Отечества. Помимо образцов вооружения, военной техники, инженерных войск, вооружённых сил Российской Федерации, мы проводим ещё и патриотические ролики показываем, рассказываем, популяризируем подвиги наших бойцов, которые выполняют сейчас задачи в зоне СВО. У нас прекрасная выставка, которая говорит стоп-нацизму, откуда берут корни и как, начиная с 2014 года, уничтожали всё русское на исконно русской земле в Украине. Поэтому наши двери открыты, всех желающих приглашаем, для всех проведём экскурсии, расскажем, покажем и покормим вот этой вкусной кашей, которую там ребят с удовольствием уплетает. Кульминацией незабываемой экскурсии самое зрелищное событие ждало ребят в кинологическом городке. Здесь молодые люди пристально наблюдали за работой минно-розыскных и поисково-спасательных четвероногих помощников. Пёс по кличке Изи на службе у сапёров более семи лет. Умная и смелая овчарка не раз выполняла служебные задачи с риском для жизни и помогала находить людей. Несомненно, главная в этом заслуга – военных кинологов. Служит очень хорошо. С помощью неё мы не раз находили людей, которые терялись, которые находились в разрушенных зданиях. Когда дедушка у нас потерялся, ну не у нас, а нас попросили найти человека, дедушка потерялся в лесу, мы выдвинулись с группы поисково-спасательных собак. И Изи помогла полиции, МЧС обнаружить этого человека, навела на след. И с помощью неё мы прошли по территории и всё-таки нашли человека живого. Он здоров, ему оказали первую медицинскую помощь. Вот такой он – быт российского солдата. Пусть нелёгкий, но очень важный и довольно интересный. Вадим Уколов, Артём Корнилов. Наши новости.